Все, погнали, погнали! Что такое? Шариф! Дай-ка инструментик! Поехали! Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. Один-экс-ставка. Вот они, Бразилов! Если мы сегодня проиграем, то шансов на то, что мы окажемся в плей-офф, становится очень мало. Поэтому сегодня нужно выйти и просто сыграть в том же настрое, который у нас был в первых двух турах. Это супер важно, супер важно. Вот мы бойцы, правильно, для всех? И будем сегодня бойцами в полной смысле этого слова. Конечно, и Лехи касается, и Артура, но и нас всех, мне кажется. Это как личное оскорбление было. Поэтому, ребята, давайте сегодня друг за другом. Никаких вообще не может быть вопросов. Ну что, ребята, познавьтесь! Как раз дают нокаут. Всякое бывает, но есть победа, есть поражение. И сегодня как раз таки наступило время побед. Надо побеждать просто кровь из носа. Просто лупиться, ломаться, делать все, что угодно, но побеждать нам нужна эта победа. Мы не забираем. Ну, нау-нуемые какие-то брокки, амкалычные там раздают интерьер. Сыграли 0-0. Скучный футбол. Сейчас, веселуха будет. Я, кстати, об этом не говорили. Мы сегодня сегодня на мою прическу играли. Если мы сегодня проигрываем, то я стригусь. Но, вот науся, мне кажется, что я спустоватый. Я думаю, я вместе делаю какой-нибудь раскрас. Ты мне раскрасный, меня домой не пустят. А, ну, потому что я с Кавказа. Всем привет. С вами Мишель, команда 1X Fight Night. Настрой сегодня максимально запредельный, как на последнюю битву. Мы готовы ложиться костями в сегодняшней игре, ложиться по максимуму, и вы увидите, результат будет за нами. Батч-2 против 1X Fight Night! И настало время представить вам их соперников. Команда 1X Fight Night! Встречайте! Она со свадьбы прям со своей бежит. Серьезно вам говорю? Ребята, все правильно. Никаких преклонений колен перед Watch TV, ни перед кем. Сегодня нам нужна победа. И давайте сделаем небольшой подарок Лехе Махно, Кириллу Крюку, Артуру Пройну, Вову Минееву. Всем тем участникам этого неприглядного видео. Давайте, ребят! Войт-9! В Hero! Войт-9! Войт-9! Сейчас, когда я отодышалась, наверное, могу рассказать, что случилось. Я не хочу вдаваться в подробности в своей личной жизни, чтобы из этого проекта не получился Дом-2. Я сбежала сюда. Наверное, мне будет очень грустно сегодня вечером, и завтра, и послезавтра. И подвести команду, конечно, я не могла. Поэтому я здесь. Ну ладно. Настраивались как-то особенно против Павлюченко, против Баженова. Мастера-то большие. У нас свой Павлюченко есть. Но, кстати, он не может же принять участие сегодня. Да, заявка после пятого тура только. А было бы круто. Согласись, вот это дядя против племянника или племянник против дяди. Это был бы хит. А что, давай оставим это на финал? Давай оставим. Давай, вот такие вот мы оптимисты, мягко говоря. Так, смотрим, что здесь Ляпа делает, потому что Кокенко на газоне. Я вообще фанат Ляпы с детства. У меня просто сейчас холодно, здесь татуировка Ляпа, вот так вот. Где сосок, там буквы П. Скажи мне, пожалуйста, ты почему сегодня не на поле? Я вчера на тренировке принесел такой стейк, у меня небольшое сотрясение. А вот ты кое-кто, кто как раз-таки столкнулся головой. Я очень-очень люблю этого человека и искренне не могу сказать о том, что это была просто тренировка предыгровая. Никто не хотел никого там травмировать. Выпрыгнули за мяч, боролись и просто головами ударились. Ну-ка давай рассказывай, а ты за какую команду вообще? Как за какую? Вот моя команда Fight Night. Fight Night. Болеешь тоже за Fight Night? Ну, естественно. И играешь за Fight Night. Сто процентов. А на поле хотел бы сегодня лейтен? Это вообще не сказать слова, мне хотелось. Было бы здорово, да? Лени, очень. Против, против, сэ, против. Но все-таки сэ. Против. То есть ты прям вот так настроен? Конечно, конечно, соперник вообще. Все, он уже наш официальный. Что-то, блядь, ну киреется у нас как-то игра. Без мяча бегаем, смотри, на контратаках кое-как пытаемся убежать. То есть как будто бы они, знаешь, почувствовали какую-то слабину с правого фланга и все сюда долбят. Через левый фланг вообще не играют. Опа, падение в штрафной площади. Блядь. Желтую дай! Дай желтую за симуляцию нахуй! Дай желтую, блядь! Ольберт Зайцев падает. Да и не надо, хорошее. И показывает арбитрам челлендж. Юрия Панасенко, приветствую. Здравствуй. Вы находились в идеальной позиции. Что вы могли там ни увидеть? Не знаю. Не, нога стоит. Еще раз можно? Не, 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 не. Да не, 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 не. Чистая, блядь. Попробуй поставим, да. Не каждый наступ, это прям там, не, нет, это даже вскоре. Продолжаем игру. Продолжаем игру. В износе надо, чтобы ребята взбодрились, поэтому все 5000... Назначаются пенальти ворота МОЧТВ. Пенальти? Да. Нет! Судьба все на свои места расставила. Они смотрят левые пенальти, блядь. Через 30 секунд им прилетает очевидный пенальти. Не нужно раньше времени кричать, ребята. Нам назначили, что, пенальти? Назначили. Но по новым правилам кидали жребий. И по жребию выпал буллит. Буллит – это не пенальти. Это выход игрока один на один с вратарем против... С вратарем противной команды. Свисток Апанасенко. 25 метров до ворот. Мулин пошел. Правой ногой ведет мяч. Кошутов играет. Второй ходит. Замечательная пенальти ворота. Что вы на мяч заедете? Правая улыбка, ничего везет. Пенальти выходит вперед. Вон тебе футбол, вон тебе игра. Мулин забил. Это будет свадьба. Ну, собственно, только что залетел мяч в наши ворота. Ну, в принципе, это добавляет перчинки, добавляет интереса. Рано радовались. А, так, подожди. Скоробок удар по воротам. Рикошет 1-1. 1-1. Скоробок упал. Ну, что думаешь? Только что залетел гол и в их ворота, и в наши ворота буквально с разницей в минуту. Ну, а что 0-0-1-1. 1-1 лучше, чем 0-0. В любом случае. Согласна. Уже распечатаны ворота. Как я говорю, радоваться нельзя. Забили гол, ничего страшного. Отошли, собрались, сконцентрировались, все, встали по местам, и все, как это делается. Немножко, я думаю, что многие приходили в этих чувствах еще от того, что мы забили. Поэтому пока смотрели, там две ошибки, кто-то надо было просто держать людей. Ну, а как вообще играть тебе? Ты знаешь, я не могу игру оценивать объективно, когда играет моя команда. В целом нормально. В целом нормально, единственное, немножко с преимуществом красных. Честно, надо признать. Если бы я был посторонним зрителем, может, я бы охарактеризовал этот матч как фантастический или наоборот скучный. А так, другие эмоции. Все, прекрасно. Блин, мы 40 лет, убеги от него. Развернись, пожалуйста, скажи буквально пару слов. Тут уже такая ситуация, что у нас один-один, собственно, там на тоненьком все. Скажи, пожалуйста, волнуешься ли ты за своей кудряшки? Честно, просто выиграть хочется. Я больше волнуюсь за то, что мы в плывок можем не выйти. Хорошо, а вот если все-таки предположим такую фантастически ужасную ситуацию, мы проигрываем. Не дай бог. Ты действительно это сделаешь? Мы на плывшинтервью перед матчем, там, с Васей Мавриной мы замкал, договорились, какую я прическу делал. Он мне должен будет выиграть. А давайте так, давайте так. Если они проиграют, подняются сегодня, то ты, Вася, выберешь прическу для бульбазавра. Отлично, все, работаем. Согласен, все. А почему он? А почему не мы? Мяч уходит за лицевой. Первый тайм завершился. Первый тайм яркий, первый тайм любопытный, сложное начало. Он с таким качевным преимуществом вот одной команды к другой. Какие-то грустные все. Парни, давай, завели, что ли? Завели, 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 завели. Если мы не выигрываем эту команду, мы с большой долей вероятности в плей-офф не выходим. Если мы выигрываем, дальше нам будет намного легче. Мы сами себя загнали в эту жопу, проиграв две последние игры. Погнали, давай, давай, давай. Ничего мудрее, ничего мудрее, давайте поплавим. На второй тайм выходим, есть определенный план. Надеюсь, дожмем. Поэтому второй тайм покажет. Нормальная команда, боевая, играть дают. И сами играют, поэтому как-то так. Сбежавшая невеста Катерина из Fight Nights. Кать, на самом деле я очень надеюсь, что свадьба в силе. И желаю тебе тепла, уюта, чтобы в доме была только любовь. Дорогие подписчики, поздравляем все Кати с таким грандиозным и классным событием. По окончанию первого тайма был немного злой. Можешь рассказать, почему так? Конечно, злой будешь. А как, мы забили гол, вместо того, чтобы еще больше концентрации у нас было, еще больше злее мы начали играть. Мы просто расслабились на минуту, на две минуты. И вот получили гол. Нельзя отключаться так. Надо играть до конца, с первого до последней минуты. И все будет нормально. Понеслась второй тайм. 25 минут чистого, игрового времени нас с вами ожидают. А значит, будет снова весело. Вот еще один удар поворота на этот 2-1. 2-1. Fight Nights выходит вперед в этой встрече. Еще раз. 2-1. Это фантастика. 2-1. 2-1. Второй тайм. Это потрясающе. Это ассирийц. Это ассирийц. Человек, блядь. Бал, наш вот кровь здесь течет, блядь. И вот, что я хочу сказать. По новым правилам команда на своем мяче имеет право взять тайм-аут. И сейчас мы берем тайм-аут. И нам надо понять, почему. Почему мы берем тайм-аут? Чуть выдохнуть, набраться сил и сбить желание противника. Коварные мы слишком. Видите, а мне нравятся новые правила. Я когда шла, у меня спросили, нравятся они мне или нет. Они мне нравятся. Что это дело? Полевку нужно терпеть. Сейчас нужно потерпеть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И наказать их. Они еще раз. Напомним, Игорь, Апанасинка с трапой разворачивается. А вот дальше правила были нарушены. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты куда выбегаешь? Главное держать себя в руках. Потому что мы сейчас ведем в счете. Не дай бог просто что-то себе позволить не то. Не хотелось бы лишиться и очков, и победы, которая у нас. Вот она рядом. Прям чувствуешь? В касании играет на Павлюченко. Роме бьет по ногам, и Рома зарабатывает опасный штрафной удар для своей команды. Точка привлекательная. Сразу для нескольких бьющих игроков. Да нихуя, бля! Есть зайцев. Бля, ну здесь то же самое. Он упал. Хуй свистнул, блядь. Джессика Альба. Удар по воротам. А так вот! Это какое-то сумасшествие. Какое-то просто сумасшествие. Я посмотрела на табло, что происходит. Мы забиваем один гол, и тут же к нам прилетает второй. 2-2. 2-2 на табло. То же самое, что было в первом тайме. Гол-гол-гол-гол. 30 секунд разница? 30. Много же происходит. По каким причинам? Второй тайм, второй раз. Одна и та же ситуация. Забиваем, и как будто концентрацию теряем. Как будто концентрацию теряем. И опять фол у штрафной, но нельзя фолить у штрафной. Сейчас в эпизоде до конца, и против него играют чисто. Ой, пятки красиво, ноги. О, а дальше стычки. А дальше стычки. Такой сумасшедший накал. Так мы накалились перед матчем, что сейчас была стычка. И вот, пожалуйста, посмотрите еще про это. Комбанцом они не пересекались. Тихо, не надо. Где тебе, блядь, нафу? Андрей, не могу. Алло, все, все. А что мне? Мне кажется, что они уже начнут сейчас специально провоцировать нас на грубую силу. Потому что мы настолько разъеренные, на самом деле, вышли на поле уже изначально. У нас ребята тут стоят в запасе, просто рвутся туда выйти и надавать по заднице. У нас один травмирован, он до сих пор сидит там. На самом деле, непонятно, что с ним произошло. Мы в срочном порядке обвиняем сейчас игрока. Жесть. Я предлагаю немного нам отвлечься и пообщаться со зрителями, которые просто пришли посмотреть футбол. Скажи, пожалуйста, ты уже который раз на все игры ходишь? Естественно, я не пропустила ни одну игру. Тебе нравится? Конечно, мне очень нравится. А самое главное, что здесь всегда напряженные, красивые мужчины. Поэтому приходите за одно удовольствие. Уверишься, пожалуйста? Ну что, спасибо. Хорошо, что она смотрит, приходит на поле и смотрит футбол вон там в экране. Да ладно. Продолжается такая атака в Файтнайт, затяжная, очень-очень тяжелая. Удар по воротам и заблокирован Федот. Мяч в грудь попал. Можно включать сколько угодно. Давай, просим, хорошая. Давай, просим, хорошая. Карточка зеленая. Это челлендж в руках Александра Мостового. Насколько я понимаю, в Файтнайт взяли челлендж. Да, это оранжевая карточка. Это оранжевая карточка? Да. Это оранжевая карточка. Это удаление. Это удаление на 7 минут, но поскольку до конца матча времени осталось меньше, Watch TV проведет концовку в Миншинс 2. Об этом тоже не будем забывать. Удар по воротам. Еще один кост из штрафного залетает в этой встрече. И, насколько я понимаю, команда Watch TV берет красный мяч. Красный мяч. Любой гол, забитый красным мячом, будет считаться за два. Начинаем мальгу. Что-то градус-градус поднимается конкретно. Сейчас, мне кажется, кто-то кого-то, блин, нассали. Мяч, мяча! Штрафной удар. Штрафной удар. И вот шанс. И пошли все, практически все, болевые игроки в штрафную площадь. Fight Night. Подача от Моисеенко с левой ноги. Мяч летит в штрафную. Удар поворота Крельцова. Гол, 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 красный мячом. Ну, что-то не наш сегодня день. Бывает. Правила не за нас сыграли. Ну, ничего, я думаю, свое возьмем. Матч закончился. Наверное, нужно признать, что это была честная битва. Я поздравляю команду Watch TV. Ски-оранжевый мяч. Байт-Найт! Битва!